Информация о пашкожене Дрэу парку фестивальной караедам не подтвердилась. Разом с тем, видовошно, что гомельские насаджения потребуются до себе больше пильной уваги. Причем у некоторых выпадках размова может идти навод обеспечения людей. Наши корреспонденты сустрелись со специалистами института лесу. Парк фестивальной створен у Гомеля крыху больше, как 45 годов тому. Основная участка Дрэу – сосны. Сегодня яны не лишатся городскими рослинами, але некольки десяти годзю тому навуковым обгрунтованием посадок никто напылно не займауся. Сами гомельшане лишат парк добрым месом для отпочинку и проводят тут шмат часу. Все лето з'явилась информация, что частка Дрэу пошкоджена вершинным караедам. И для боротьбы с ним хворые древы треба терминово высекчи. На месо выехали навуковые супрасовники института лесу. В парке фестивальной мы выявили около 70 усочных деревьев. Это сухостой прошлых лет. Они усохли из-за возраста и вторично были поражены стволовыми вредителями. Мы там обнаружили большой сосновый лубаед, усачи. Сярод инших причин, які приводят до гибели древ, на дворье. Нелепшим чином на их стане отбилась практически бесснежная и теплая зима. А про таго, большость навуковцев лишить мытазгодным убирать листья только на пешеходных дорожках. Это доброе удобрение для рослин, якое спрыяе их здоровью. Пакуль же специалисты Державного предприемства «Червоный гвоздик» проводят обследование древ и наносят фарбу на те, что могут уявлять небезпеку. Факты, коли подчас мостных ветров древы падают на людей и машины, у гомиле регистровалися не однойче. Деревья нужно вырубать, которые признаются опасными, которые представляют угрозу жизни и здоровью людей, теоретически, которые могут упасть. Это не имеет значения парк, сквер, улица или где-то там заброшенный пустырь. Если дерево опасное, его нужно удалять. Я понимаю, что это такая мера, скажем так, непопулярная, особенно в таком красивом, замечательном месте, как парк фестивальный. Но лучше, наверное, сохранить в том числе и другие деревья, удаляя одно опасное. Мы сохраним гораздо больше. Сегодня у «Червоным гвоздику» закладено несколько плантаций по выросшиванию древ для посадки в гомиле. Только это и в осенью высадили больше, как 5000 растений. В основном это клен, липа, ясень, ива и сумах. Неких хвороб, которые могут вызвать эпидемии, на этих видах в городе не фиксуются. У адрознения от этих же каштанов и соснов. Что тыжится вершинного караеда, теоретично, в городской рысе он может появиться. Но сказать об этом с выполненностью в ученые поколь не берутся. Сейчас в Институте лесу реализуется инвестиционный проект, мета которого высветлить, на какую отлегность может перелетать этот шкодник. Поколь таких даденых у света нема. Даже принятые меры позволили значительно обмежать, сколько с этого насекомого на территории как Беларуси в целом, так и в Гомельской области в приватности. Наблюдается значительное снижение площади усыхания сосновых насаждений, подверженных караедному усыханию. На сегодня сплошными санитарными рубками сосновых насаждений пройдено порядка 10 тысяч гектар, что полтора раза ниже, чем в прошлом году. Ситуация стабилизировалась, и массовое усыхание сосновых лесов в Беларуси в этом году практически не наблюдается. Александр Серов, Ольга Коновалова, Евген Макенко, Телерадо, компания Гомель.